здравствуйте друзья у нас письмо меня зовут федор 33 года живу в москве вы не раз говорили что студентам вашей школы да и канала нашего пожалуй является категория людей хороший человек которому сложно противостоять негативу извне я как и многие другие люди живу не в изоляции и к сожалению иногда натыкаюсь на него там где совершенно не ожидаю на негатив видимо не могли бы вы рассказать в каком-нибудь ролике как противостоять этому как не проваливаться в дурные тоскливые состояния неожиданно встретившись с подобным чаще всего это негатив на тему того что ничего в жизни изменить не получится все старания бесполезны без больших денег от родителей недвижимости или связей ничего сделать жизни нельзя как вам самому удается противостоять подобным вещам для ответа на этот вопрос я так собрался с мыслями и набросал себе 10 позиций каждая из которых на самом деле могла бы быть основанием для того чтобы поговорить и записать какой-то сюжет на 10 на 15 на 20 на 30 минут но в данном случае вот я хочу так обзорно поговорить на эту тему значит первый вопрос первое это то зачем ты пришел в этот мир мы все зачем-то пришли и в той мере в какой мы осознаем зачем мы пришли нас не так сильно волнует кто и что думает кто и что сказал негатив не негатив какое мое дело вот есть они и эти люди и они отвечают там сами за свою жизнь а я отвечаю за свою и я по своей жизни иду и кто-то что-то сказал а кто они кто они эти люди и какое какое отношение к нам имеют я вот смотрю у меня внучка в школе учится там буквально со второго с первого класса им это не важно кто что про тебя сказал это вообще значение не имеет учат детей давайте нас учили наоборот нас то учили что мы должны соответствовать нам сказали и мы и мы реагируем и все не все вот но это то с чего надо начать потому что если ты не знаешь кто ты и зачем ты и когда другие люди тебя определяют кто ты зачем ты и как ты должен и так далее конечно ты не контролируешь свою жизнь и как только ты не контролируешь свою жизнь ее начинают контролирует совершенно другие люди и они контролируют или не в ваших интересах а в своих и вот вот собственно и все и с этому все начинают еще одна вещь есть как которая хотел бы поделиться значит есть такая способность у человека радоваться каждому дню вы если хотите можете радоваться каждому дню каждому моменту вот вот я такой просто я на самом деле родился таким я я понимаю что одно дело сказать а почему бы тебе тоже таким не быть мне проще потому что я просто всегда такой был но вот я радуюсь я еду там солнышко я радуюсь тучки я тучкам радуюсь там допустим девушка симпатичная за рулем я думаю радуюсь симпатичная девушка мужик с бородой сидит такой думаю мужик классный с бородой понимаете столько всего радостного вокруг вот просто смотришь и вот она все радостно но позвольте себе дайте себе возможность радоваться тому что вокруг потому что ну ну я много ну все но вот на что не посмотришь все классно и в случае можно найти что что там классно если допустим настроение какое-то не то это думаешь ну вот что в этом классно вот детки да ну про может быть я уже постарше я поэтому на деток как бы положено уже по возрасту там надо слюни пускать но во всяком случае ну что-то у вас там свою есть книжка анекдот фильм посмотрел поймать радуйтесь вот тому чего есть вот пропаду со всех сторон но вы должны себе позволить и сколько человечество существует и тысячу лет там и две тысячи и пять и десять люди радовались жизни вот были люди может быть более мрачные люди может быть более веселые но они радовались они находили что-то покушал да в основном там где-то покушал где-то там может быть что-то интересное в жизни происходило какую-то историю там дети опять же там у людей это тоже большой источник радости и так далее поэтому ее много вокруг но дайте себе возможность каждодневно сиюминутно радоваться и получать удовольствие от жизни чашечка кофе эти взял если вы любите кофе или чай или даже водичку простую без ничего так буль-буль-буль водичку хорошо дальше вот насчет внешнего негатива да речь была о том что вот мы не живем в изолированном таком мире есть люди вокруг нас есть внешний негатив внешний негатив надо по возможности исключать тут тонкость какая есть вещи которые мы контролируем есть вещи которые мы не контролируем в нашей жизни чем больше контроля мы в жизни имеем тем легче жить чем меньше контроля мы имеем тем сложнее потому что всегда кто-то нас контролирует то есть конечно есть люди которые рады когда их кто-то контролирует они вот есть и пошел и вот он в этом состоянии радостный там по телевизору сказали он ведь есть там соседка твою мать он ведь есть там ну этот это уже другой тип просто у них очень здоровая психика такая они как бы радостно встраиваются в это но у вас не такая но у вас другая исключить внешний негатив не смотрите там допустим телевидение или смотрите такое которое познавательное я не знаю что-нибудь там о природе о цветочках о путешествиях там еще что-то вот такого плана можно смотреть люди есть люди которые на вас оказывают вот такое влияние негативное есть такой термин вот в английском языке употребляется toxic environment то есть токсичная среда не в том смысле что химикаты в воздухе или в воде а в том смысле что люди вокруг такие и значит ваша задача себя от этого ограничить отделить изолировать вы кроме вас этого не сделает никто потому что токсичный этот environment это то же самое это вот как микроб вы не можете сказать микробы уходи микроб живет на вас он паразитирует на вас вы 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 его естественная среда обитания или вы что-то делаете или или микроб продолжает жить паразитировать и в общем пользоваться вами поэтому по возможности вы можете сказать а вот есть близкие люди я часто слышу такой разговор а вот близкие люди как как себя изолировать от близких людей от близких тоже нет такой кровной близости кровной которая позволяет одному человеку отравлять жизнь другого такого нет поэтому ну значит значит разошлись пути это нормально это бывает это как бы ничего удивительного нет сегодня с тобой общаюсь завтра я перестал мне надоело я устал вот объяснять им бессмысленно вы можете сказать мне плохо от того что ты сказал это такая ерунда этого никто не поймет и не примет а те кто это понимают и принимают они сразу этого не делают то есть у них у них хватает ума не не выливать на других людей свой негатив и не долбать их какими-то своими мыслями дурными следующий момент это у нас 4 уже это я это назвал прибиться к своим то есть надо заниматься планомерно и сознательно надо заниматься тем чтобы находиться в своем кругу общения где вас не обидит где вам не скажет гадость где наоборот вас поддержит и как бы где вам приятно находиться то есть место токсичного такого токсичные среды а вы ищите себе среду такую благоприятную слава богу в наше время не то что вот когда наш вот там вышел во двор и вот этот там токсичный инварин пришел в школу а там таксичный инварин пришел то мне на работу а там токсичный инвалид в метро зашел в автобус зашел тут тебя обматерили там на ногу наступили тут еще коммунист какой-нибудь такой рожей понимаете и ты уже думаешь ну все сейчас то просто ну пошел в интернет в соцсети всякие группы по интересам особенно если в москве живете мама родная вот уже где народ это полно уж любого но абсолютно любого значит надо прибиться к своим это целенаправленная такая задача она решается легко поскольку свои вокруг есть может их немного даже если всего пять процентов дать что такое в москве 5 процентов населения даже пол процента в москве вот уж действительно это это живьем а сколько а сколько их в в интернете значит меняю страничку идем дальше следующий пункт у меня называют я называю гонка за лидером вообще вот если вы послушаете мотивационных всяких этих вот докладчиков спикеров есть такая общая тема что в жизни надо иметь ментора ментор это не тот человек который допустим тебя всю жизнь ведет он может быть сегодня вот и там допустим весь на год или там полтора или два ты прислушиваешься вот к этому человеку потом у тебя поменялись задачи настроение твое состояние ты к другому прислушиваешься ты можешь иметь несколько менторов по разным направлениям один допустим тебя направляет в профессиональном плане другой в плане личностного развития там пожалуйста это может быть несколько но должны быть какие-то люди хорошо когда они есть вот которые которые дают тебе как бы вектор направление какое-то и опять в современном мире тебе не обязательно ходить там как во времена иисуса эти там собирались на мероприятие люди там вот иисус им что-то рассказывал сейчас не надо собираться вы можете послушать записи вы можете сходить на вебинар вы можете ну конечно и живьем тоже неплохо почему же во всяком случае вот это вот гонка за лидером да вот есть человек вы говорите вот так вот он знает я с ним иду вот то что он сказал и вы не слушайте всякую остальную ерунду потому что вы не можете слушать одновременно всех и вы не можете слушать там не знаю какие-то конфликтующие точки зрения то есть слушать вы можете но если это вас дезориентирует и вы говорите я тогда не знаю как один так сказал другой так сказал ну тогда слушайте 1 гораздо лучше слушать одного и делать то что он скажет чем слушать троих и быть в ступоре искать а я не знаю чего делать то есть делать пусть даже не самое лучшее но делать на порядок лучше чем мечтать о совершенстве и не делать ничего идем дальше помимо как бы такой духовной состоятельности есть еще чисто чисто физическое физиологическое настроение может не быть хорошим или скажем так чувствительность может быть повышенной давайте так скажем чувствительность всякой дряни может быть повышенной и вы наверняка замечали что иногда вы на одно и то же реагируете где-то остров где-то вообще не замечаете потому что вы другой тот момент значит займитесь собой в плане физическом то есть 33 года конечно это не там скажем мне не 48 тем более не пенитом не 62 так как я но тем не менее это возраст когда мы уже как бы находимся с той стороны холма к сожалению то есть вот до 20 мы растем 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 и какую бы дрянь мы не делали мы все равно растем прошу в общее направление к росту я не там с 20 до 30 мы там на таком плато это не во всем даже некоторые вещи начинают ухудшаться искать и уходить за горку раньше чем чем 30 ну а уже так после 30 потихонечку физиология человека такова что он вот начинает туда спускаться не спеша пока не спеша процесс ускориться таблет через 10 тем более через 20 но вот пока пока и соответственно бывает стресс связанные если это москва так тем более связаны с тем что много людей накал общественный транспорт и так далее и даже в личном транспорте на в пробках и вот это все туда накручивается добавляется поэтому один из факторов а может быть даже главный для многих людей это главный фактор а в том чтобы быть хорошим состоянием это физическая и физиологическая форма то есть и в первую очередь нормальное питание пойдите разберитесь что такое нормальное питание правильное питание для себя определитесь и какая-то физическая форма значит до витамины уже уже там как бы может быть это не обязательно там сразу коробку целую глотать но кое-что уже может быть неплохо может у вас там магния не хватает в крови я же не знаю но это может быть они серьезные причины для того что вот этот болтает и настроение не такое и так далее поэтому значит разберитесь с этой частью тоже то есть очень важно быть в хорошей физической то есть зарядочка там я не знаю спортом позаниматься там покачаться вот я например совершенно балдею от этого дела сейчас уже к сожалению поздно включился но потрясающе значит физической и физиологической форме то есть вот именно с точки зрения хорошего питания если у вас есть какие-то привычки дурные гоните их нафиг курить бросайте там по ночам в преферанс играть бросайте что там еще бывает выпивать там в компании по чуть-чуть и без злоупотребление и не часто давайте то есть абсолютно очевидные вещи которые ну не нужно делать кофе пьете но но может быть или совсем не пейте или пейте там без кофеина например или очень редко ну то есть но не травите себя ну что же вот известно же что вот есть вещь которые плохо ну так не вы их не делайте это влияет сильно на общее состояние соответственно вашу чувствительность на ваш иммунитет и так далее так далее вот вы на себя набираете целую кучу всего просто потому что не обращали внимание на то что вы едите когда вы едите сколько вы едите и так далее есть вещи которые вы любите делать ну каждый из нас что-то любит делать вот ему хочется может быть он не всегда может себе позволить у него времени нет там у него еще чего-то нет значит вот это времени нет того нет не могу позволить и так далее вот это убрать начисто то есть бывает конечно там хочется на самолете полетать на собственном но его нет это конечно отдельная проблема но если вас нет времени пойти в баню значит вы говорите первым делом я иду в баню остальные дела потом я и я не знаю что конкретно вам нравится да значит там шашлычки в лес с палатки там у ручья где-нибудь или в горы там или я не знаю что вам нравится делайте то что вам нравится позволяете себе делать то что вам нравится не откладывайте не уносите просто вот как бы сказать любите себя в этом смысле любить себя очень важно и не откладывать себя на второй на третий план это никому не нужно ни вам не тем людям ради которых вы это делаете никому это не нужно это абсолютное безобразие и и свинство по отношению ко всем сразу людям в том числе к себе не только к себе но и ко всем остальным тоже следующее а есть вещи которые мы контролируем и никто больше вот только мы например скажем там пойти скинуть там несколько там лишних килограмм да это вы контролируете вам никто не может помешать то есть они могут что-то сказать там это вы можете мы не говорить вам не нужно никому об этом говорить пошел там не знаю там на диету или там еще как-то вы решили это делать вот захотел скинуть пару килограмм скинул пару килограмм я свои 62 скинул 22 кило и и в общем не жалуюсь хотя это не было просто но 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 захотел пошел и скинул и никто меня не контролируем то есть мне мощи многие говорили это что да 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 там же праздники там мы же едем на круиз там еще чего-то давай потом искал нет давайте я начинаю сегодня перед праздниками перед круизом перед всеми делами я через 10 дней поехал на круиз там две недели и еще там килограмм потерял при том что ел в ресторанах там и его просто некоторые ограничения были поэтому есть вещи которые вы можете делать и никто вам не помешает значит найдите такие вещи и делайте почему это важно это вам даст ощущение успешности братья вот я в этом успешно и в этом успешно и в том успешный там учите английский язык отлично вам никто не может помешать допустим вы решили там на гитаре песню разучить может вы вообще играть ты не умеете но одну песню это вы можете разучить там на три аккорда мурку пожалуйста раз и значит одну песню другую песню значит есть очень много вещей что вам важно я не знаю может вы шахматы хотите научиться играть может машины пить слепую 10 пальцами возьмите онлайн и вы курс там по программированию на пойти не например если вам хочется на питоне да как вот мускулатура накачайте бицепсы себе вот если хочешь если вам это важно если хочется но никто вам не может помешать накачать бицепсы или научиться слепой машинописи или там я не знаю выучить python никакие силы мира не могут вам помешать делайте это и у вас появится ощущение что вы хозяин своей жизни никто больше просто уйдите от них и все и делайте то что то что можете то что хотите то что вам кажется ценным там и так далее есть еще такая вещь как помощь извне я вот например рассказываю вам эти все истории там и так далее так есть из жизни до опыта но я сам постоянно обращаюсь там к кому-то у меня есть скажем там человек я хожу раз в неделю женщина она мастер рейки но но дело не в этом она просто очень очень сильный экстрасенс и снимает меня всякую дрянь шелуху я ухожу отнесешь и как заново родившись раз в неделю я набираю на себя много потом до этого я четыре года занимался эзотерикой ходил в кружок такой и исключительно я я не утратил навыки то есть я практикую иногда там и так и сякой там со студентами для себя и тогда поэтому ну массаж изумительно изумительно хорошо хорошо делать массаж особенно если регулярно там не за раз недельку раз две недельки но такие чисто чисто внешние формы и что у меня все написано то да я я я абсолютно не хочу сбрасывать такие вещи со счетов как например там вот религия это не взять даже там рейки эзотерика там помилуйте а как же религия религия исторически играла вот эту роль тысячелетиями когда ленин там писал что религия это что это опиум народа опиум не в том смысле что одурманивает сознание это так большевики так трактовали опиум потому что облегчение дает понимаете позволяет забыться позволяет как бы уйти от вот этой подседневной суеты которая его гнобит до уйти какое-то другое состояние отдохнуть отвлечься так вот религия есть мотивационные спикеры которые там говорят и они очень здорово говорят я например когда слушаю меня мне тоже очень нравится и я иногда времени мало но если вот я чувствую что такое я пойду послушать медитации есть люди которые начитывают продают и там бесплатно медитации замечательные совершенно поэтому но это психологи уже занимаются да значит тоже внешний ресурс он есть то есть если бы у вас не хватает внутреннего значит двигайтесь внешним ну и напоследок но может быть это можно отнести к внешнему смотрите наш канал смотрите у нас тут и народ замечательные и ведущие вот перед вами и темы разные и в целом позитивненько позитивненько я как-то так вот от рождения человек с энергией такой как бы радостный есть люди от рождения мрачноватые и вот приходите к нам заряжайтесь ну и уже напоследок так без нумерации все-таки имейте ввиду что мы разные генетически мы родились с разным уровнем вот этого 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 это не только там содержание каких-то биохимических элементов в крови поэтому ну ну вот если человек такой в целом вот я не знаю интровертированы он не станет экстравертированным и наоборот если он в целом склонен так больше быть критически настроенным он будет критически настроенным это не значит что он не может получать удовольствие от жизни значит то что мы можем то что в наших руках надо сделать а то что мы не можем мы говорим но это за пределами но надо знать себя надо знать зачем ты на этом свете и что тебе приносит радость и конечно держаться подальше от тех кто нам настроение портит вот вот собственно и все счастливо